Здравствуйте! До старта новой экспедиции на МКС остался месяц. Во главе экипажа опытный космонавт Фёдор Юрчихин. За его плечами три полёта, в том числе и на американском шаттле «Атлантис». А вот американка Карен Найберг, бортинженер экипажа, летала только на шаттле. Полёт был коротким, но весьма успешным. Вскоре после посадки она вышла замуж за американского астронавта. Я полностью доверяю русскому космическому кораблю. Считаю, что технически он безукоризнен. Инструкторы дали нам всё необходимое, что мы должны знать. И мы готовы лететь. Я чувствую себя вполне уверенно, а внутри ракеты надёжно. С Байконура стартовал второй в этом году грузовой корабль «Прогресс». В отличие от российских «Прогрессов», грузовики Европейского космического агентства называют именами великих землян. Летом на орбиту полетит Альберт Эйнштейн. До Эйнштейна в космосе уже побывали Иоганн Кеплер и Жюль Верн. Когда идёт серия кораблей, то серийным кораблям давать имена, наверное, можно, но не всегда целесообразно. У нас действительно такой практики нет. Стоит ли делать такую практику? Вопрос, который можно обсудить и, может быть, посмотреть целесообразно. Ожидаем касания. Есть касание. Сейчас сближение шло штатно, сближение шло по новому алгоритму. Попали практически по этой картинке в центр стыковочного узла. Поэтому стягивание было тоже очень плавным. Корабль не раскачивался. В эти дни создателю советской гироскопической школы, академику Кузнецову, исполнилось бы сто лет. Это был один из самых секретных конструкторов ракетной техники. Созданные им гироскопические приборы до сих пор успешно работают в космосе. Почти всё, что создавалось в ракетной и космической технике Советского Союза, связано с его именем. Разработанные им приборы стояли, да и стоят на всех ракетах, космических кораблях и межпланетных станциях. Виктор Иванович Кузнецов, соратник Королёва, создатель отечественной школы гироскопии. Навигационные приборы Кузнецова обеспечивают и сегодня безопасность, ядерную безопасность страны. И вторая составляющая — это космические. Приборы Кузнецова сегодня обеспечивают точное выведение космонавтов за одну точку орбиты. Этот прибор, напоминающий детский волчок, — гироскоп. В космонавтике он как компас для моряков. Сам термин «гироскоп» был введён когда-то, как Леону Фукою ещё в середине 19 века, и означает «гира» — вращение, скопия увижу. А если рассматривать ракету как живой организм, то гироскоп — вестибулярный аппарат, позволяющий человеку ориентироваться в пространстве, а ракете лететь по заданному маршруту. Приборы управляют ракетой без вмешательства человека. На борту ракеты нет у человека. И нельзя, как вот в самолёте, отключить автопилот и перейти на управление лётчиком. Без сложнейших электронных систем, которые создаются в НИИ прикладной механике имени своего легендарного главного конструктора Виктора Кузнецова, не обходилась и не обходится ни одна космическая миссия. Приборы НИИ прикладной механики участвовали в освоении Луны, в облёте Луны, в посадке на Луну, в взлёте с Луны. Также участвовали в полётах на Венеру, на Марс. Гироскопы Кузнецова до сих пор в строю. Конечно, за десятки лет приборы стали легче, компактнее. Правда, внешне они совсем неэффектные. Эффект проявляется в космосе. Более того, вас там может не быть. Поэтому всё это делается автоматически. Собственно, на ракете так оно в основном и происходит. Хотя на пилотируемых объектах всё равно ракета выводит автономно, без участия человека. И для этого не нужна даже, для этой задачи, для выведения, не нужна даже связь с командным пунктом управления. Вакуум, невесомость, отсутствие какой-либо опоры, холодная космическая пустота. Термин гироскопия не случайно похож на медицинский. Как и в медицине, здесь нельзя ошибиться. Они пришли сюда по целевому набору. В ней прикладной механики действует филиал МГТУ имени Баумана. Специально для него открыт новый корпус. Многие из этих студентов – сотрудники института. Полетимый набор, я думаю, да. Вопрос времени. Я думаю, Кузнецов в своё время сделал много для этого. Ну и дальше его уже ученики, и также сейчас мы, молодые специалисты, постараемся сделать всё, чтобы когда-нибудь мы съездили на Марс. Большинство этих молодых специалистов твёрдо намерены связать жизнь с космонавтикой, с институтом, который носит имя его главного конструктора Виктора Ивановича Кузнецова. У него в жизни было три или четыре случаи, когда он буквально находился на грани смерти. И на ракетах, и в жизни, и прочие вещи. У него выработалось такое чувство опасности. В 90-е годы, когда казалось, что космонавтика уходит в забвение, его команда продолжала работать, создавая новые системы. Люди помнили слова своего главного, сказанные незадолго до смерти. Когда наступили тяжёлые времена, Виктор Иванович как-то в одном из разговоров сказал, что нечего жаловаться на судьбу. Таким временем надо воспользоваться. Для того, чтобы работать над новыми задачами, над новыми проектами, над новыми техническими решениями. Пусть они сегодня ещё не будут реализованы. Вот сделайте документацию. Придёт время, понадобится. Кузнецов оказался прав. Россия строит новый космодром, в отрасль стала приходить молодёжь с надеждой на будущее. Так, в чём-то неожиданно, спустя годы опять подтвердилось. Виктор Кузнецов может быть единственный в нашей стране главный конструктор, у которого не было тупиковых идей. Даже те, что казались фантастичными, увидели жизнь. Чилийские и российские учёные решили модернизировать советский телескоп, установленный в Андах ещё полвека назад. Долгие годы телескоп помогал учёным в изучении космоса. Чилийские астрономы так его полюбили, что даже установили табличку «Лучший телескоп в Солнечной системе». На сегодня всё. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин